В майском указе о национальных целях и стратегических задачах президент России Владимир Путин поставил задачу до 2024 года увеличить численность населения России, систематически занимающегося физической культурой и спортом. В частности, ставится показатель 55%. Важнейшей целью определено формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек. В Верхней Волжье, согласно стратегии развития физкультуры до 2024 года, определено, что одна из главных мер для достижения поставленной цели – развитие спортивной инфраструктуры. Наша съемочная группа в эту среду отправилась в школу «Лидер», что находится в микрорайоне Мамулино областного центра, чтобы выяснить, какие условия созданы для тверских детей, чтобы заниматься спортом в условиях пандемии коронавируса, какие секции работают на бесплатной основе. А заодно и спросили чиновников, какие появятся новые сооружения в ближайшие несколько лет. Тренируются здесь ребята, которые живут рядом и из других районов. В этом зале сейчас занимаются юные дзюдоисты. Сначала ребята разминаются, а потом отрабатывают бросковые элементы и технические действия. Всего в спортивной школе «Лидер» занимаются более 2000 юных спортсменов по 11 направлениям. Бокс, тэквондо, фехтование, дзюдо, кикбоксинг, волейбол, баскетбол, настольный теннис, шашки, шахматы и автоспорт. В нашей спортивной школе работают 52 тренера по 11 видам спорта. Два тренера имеют высокое звание «Заслуженный тренер России». 26 тренеров имеют высшую квалификационную категорию. Многие из них имеют победителей и призёры всероссийских соревнований, первенств России, спартакиады, учащихся и молодежи и других значимых спортивных мероприятий. Высокий профессионализм тренеров даёт свои результаты. Воспитанники школы участвуют в соревнованиях различного уровня и добиваются высоких наград. Высокие результаты показывает тренер по тэквондо Курбанов Сергей Кадырович. У него очень много победителей и призёров чемпионата и первенства Центрального федерального округа по тэквондо. Также боксёр Фролов Евгений выполнил норматив мастера спорта России, одержав победу на всероссийском турнире класса А. Весной 2020 года пришлось приостановить занятия. Пандемия коронавируса внесла коррективы в работу со спортсменами. Вся школа перешла на дистанционное обучение. Тренеры для своих подопечных записывали видео уроки и следили за грамотным выполнением заданий. Сейчас всё стало на свои места. Ребята снова в зале. Впрочем, о мерах безопасности никто не забывает. Родители в здание не пускают, детям при входе измеряют температуру и только тогда пропускают в зал. Проводят детей до входа в спортивный комплекс. И дальше ребёнок уже идёт непосредственно под присмотром тренера. Переодеваться и заниматься. Тренеры в неспортивных залах всегда находятся в масках и только на тренировке снимают их. Контактные поверхности, это ручки дверей, душевые, туалеты. С интервалом 2 часа обрабатываются дессредствами. И даже в таких условиях занятия в радость делятся с нашей съёмочной группой спортсмены. На сегодняшний день желающих прийти в школу и записаться в секции меньше не становится. Во-первых, тренировки проходят на бесплатной основе. Во-вторых, с детьми работают профессионалы, имеющие соответствующее образование. Но для того, чтобы попасть в спортшколу, необходимо сдать нормативы. Ежегодно осуществляется набор в спортивную школу. Все воспитанники сдают экзамены и поступают на бюджетные места. Все спортсмены выезжают на соревнования от муниципального уровня до всероссийского. В рамках летней оздоровительной кампании спортсмены выезжают на тренировочные сборы в оздоровительные лагеря. То есть занятость проходит как в зимний период, так и в летний период. Развитие массового спорта – один из приоритетов работы правительства Тверской области. Задачи специалистов отрасли, чтобы занятия физической культуры стали ещё более доступными. В ближайшее время планируется строительство нескольких крупных объектов. В частности, это спортивный центр по видам гребли на реке Волга и многофункциональный спортивный центр на Тверце в областной столице. Кроме того, намечено открытие крытого футбольного манежа в Заволжском районе и физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом в микрорайоне Южный. О ходе строительства и финансирования этих объектов мы расскажем в ближайших выпусках новостей.